Меня зовут Ксения Бирюкова, я являюсь врачом интенсивной терапии, отделения интенсивной терапии Таракальной клиники города Гальбек. К счастью, заболевание коронавирусной инфекцией протекает в большинстве случаев легко или в средней степени тяжести с хорошим прогнозом для здоровья. Поскольку наш центр является центром специализированным на лечении легочных заболеваний, как правило, мы имеем дело с тяжелым течением. Это пациенты, которые больше не могут самостоятельно дышать и поэтому требуют проведения искусственной вентиляции легких. В таком случае пациенты должны быть сидированы при помощи медикаментов, и функцию дыхания за них перенимает аппарат искусственной вентиляции. Нужно сказать, что легочная система – это не единственная система, которая поражена при коронавирусной инфекции. Сюда присоединяется также поражение головного мозга, нарушение кровообращения, нарушение функции почек. Поскольку иммунная система часто ослаблена, такие пациенты имеют проблемы также с вторичными инфекциями, вызываемыми бактериями и вирусами. В таком случае необходимо применение сложной терапии антибактериальной, направленной на устранение этой инфекции. Опыт показал также, что хороший эффект дает терапия положением. В таком случае больные будут на длительный период, 16-20 часов, помещены на живот и затем обратно. В целом течение может принимать очень драматичный оборот, и результат лечения, к сожалению, не гарантирован. Нужно хорошо представлять, что лечение одного пациента задействует целую команду врачей и медицинского персонала в целом. Сюда относятся не только медбратья и медсестры. Также это логопеды, также это физиотерапевты или дыхательные терапевты. Также консультации оказывают врачи других специальностей. Один пациент с тяжелым течением, как правило, требует лечения в течение долгих недель, а иногда и месяцев, и долгий восстановительный период. Естественно, это потребляет возможности системы и ресурс системы. Поэтому важно как можно больше ограничить развитие инфекции, чтобы как можно меньше пациентов требовали интенсивной терапии. И мы могли обеспечить необходимую помощь каждому пациенту интенсивной терапии, независимо от того, с короной он или без короны. Правила, которые ограничивают развитие инфекции, очень хорошо известны. Конечно, нужно ограничить контакты максимально, насколько возможно. Нужно носить маску, особенно во внутренних помещениях. Необходимо мыть руки, необходимо проветривать помещение. И хотя это естественно, что с течением времени все сложнее и сложнее соблюдать все эти правила, я могу это прекрасно понять. Но без соблюдения правил мы не сможем гарантировать адекватное оказание медицинской помощи всем нуждающимся. Ни в коем случае не выходить из дома, оставаться дома. Позвонить своего домашнего врача или Гюдзюзхайцамт, чтобы можно было провести тест. Если вы чувствуете, что вам плохо, действительно плохо, и нарастают симптомы, такие как отдышка, и общее самочувствие сильно нарушено, вызывайте врача неотложной помощи. Продолжение следует...